привет друзья и только мы собрались на съемку и тут вдруг как полило и как всегда нас приятили добрые люди более того у этих добрых людей мойка я приехала мыться они посмотрели наружу девушка да вы что мне жалко ваши 500 рублей стойте у нас под навесом сейчас нет смысла мыться вот так и началась сегодняшняя съемка lexus rx а сегодня со мной работает оператор лена представляете так бывает да у меня девушка операторы весьма таки привлекательная просто проект вырос и операторов просто несколько не тарас не саша никуда не делись их количество просто растет лесорулит ширится а теперь про нашу машину раньше когда мимо проезжал rx я делаю так и это означало ты такой хороший ты такой надежный ты так приятно едешь ну что ж ты такой страшный именно поэтому эта машина в моей жизни как мой автомобиль отсутствовала именно поэтому когда почти год назад у меня угнали land cruiser новый lexus который вот-вот новый rx который вот-вот должен был выйти я для себя не рассматривала потому что я знала что их он опять будет прекрасный но опять как страшный и тут произошла форменная катастрофа где-то зимой в конце зимы я приехала в пресс-парк toyota lexus смотрю господи что это да не может быть этого не может быть присматриваюсь до новый rx я так и знала у меня уже есть мерседес при этом в кои-то веке первый раз за время существования этого автомобиля на мой взгляд он стал не просто сносным как первое поколение он стал реально красивым автомобилем посмотрите на сложность форм практически на каждой кузовной детали есть какие-то изгибы и выштамповки это называется прощай дешевый кузовной ремонт точно так же как у весты никто из мастеров из нормальных мастеров не возьмется вот это вот выводить это новые кузовные детали по любому поводу в этом поколении rx немного подрос он действительно смотрится больше но немножко смотрится вытянутой колбасой длину он подрос если в цифрах на пять сантиметров высоту он остался таким же в ширину подрос совсем немножечко но при этом вот значительно кажется что эта машина больше и что может быть важно для россии дорожный просвет у нас раньше был 18 он вырос аж до 20 машина может быть как переднеприводная так и полноприводная и кстати почему я снимаю lexus ну во первых на ближайшие два месяца это мой лесомобиль я буду ездить на нем а во вторых слушайте это поразительно вот говорят что аудитория блога это студенты я не знаю у кого какая аудитория но у меня самый частый запрос на тест-драйв новинок был именно rx это поразительно последний раз парень писал вчера я уже просто всем отвечают да да будет скоро будет скоро я планировала его снимать попозже потому что буквально взяла его пару дней назад но раз так просят пожалуйста меня немножко расстраивает но в первую очередь то что идет уже огромная туча а во вторую очередь то что базовым мотором rx стал именно тот который испытали на nx это двухлитровый турбомотор 238 лошадиных сил этот мотор конечно же неплохо 238 лошадей никаких вопросов это очень хорошие показатели 350 ньютон метров крутящий момент и очень широкий коридор этого крутящего момента от 1650 до 4000 оборотов то есть это означает что что машина достаточно резвая и в широком коридоре оборотов но конечно на трассе со временем машина начинает тихонечко подтупливать вот у нас именно такой мотор а почему я расстроена да потому что раньше да все ругали базовый атмосферник 2 и 7 за то что он типа очень вялый и овощной но ребята его убить было невозможно он жил 300 400 500 тысяч километров пробега в случае если случае если машину обслуживать и не убивать сейчас же чтобы по надежности не знаю но я думаю что что все будет неплохо потому что японцы выстрадовали этот мотор очень долго опять под навес атмосферник тоже остался это старый добрый v6 rx 350 также есть еще и гибрид который могут предпочесть сильно богатые люди в принципе в гибридах я не вижу никакого кайфа изначально вы переплачиваете за машину и переплачиваете значительно потом вы немножечко экономите на топливе ну немножечко ну даже если вы экономите на треть елки-палки вы посчитаете сколько нужно километров пробега для того чтобы имела смысл покупка гибридной машины если же говорить об экологии то есть о том что выхлопа меньше о том что такие машины более экологичные производство гибридных двигателей это тоже достаточно не экологичная история кстати возможно дизайн этого автомобиля получился столь удачным в этот раз потому что дизайнера звали по-нашинскому по-русски просто гена на самом деле дизайнер конечно же японец и зовут его гена и кеды но это же гена это же наш парень поэтому машина такая красивая кстати в комплектации f-спорт она немного отличается у меня именно такая машина вот такой впереди агрессивной шикарной решетки у обычного rx и не у f-спорта не будет решетка чуть-чуть другая мне вот это нравится больше вы решайте сами гена конечно постарался на славу в этот раз rx выглядит совершенно иначе что было раньше раньше были немецкие автомобили которые были просто идеальный внутри да они слегка ломались там тысяч после 100 на мой взгляд хорошие немецкие машины закончились где-то в начале двухтысячных годов по надежности но тем не менее внутри не подкопаешься в американца или в японца садишься и думаешь господи внутри то природа отдохнула здесь так сказать нельзя ни в коем случае во первых качество кожи стало совершенно иным качество материалов тоже очень хорошее кое-где можно наткнуться вот на такую вот какашечку но именно кое-где раньше о боковой поддержке здесь вообще никто не думал потому что этот автомобиль для американского рынка американские дамы они в большинстве своем большие это клуши с тремя детьми у которых жизнь удалась у кого не удалось они там на акцентах ездят и на шевролетах у кого удалось они ездят вот на таких автомобилях кушают хорошо выглядят соответственно особенно в центральной америке центральная америка это вот эта машина с ее дубовостью по подвеске мощными моторами удобством хорошим оснащением и все в остальном японцы которые были ориентированы именно туда на соединенные штаты раньше были страшны как просто как черти сейчас посмотрите видите какая красивая волна наши девочки которые ездят на лексусах в основном либо сами себе заработали либо им на подарили соответственно если им на подарили то они маленькие очень симпатичные модельной внешности и почему их модельная внешность должна была болтаться в этом как в стакане сейчас они чувствуют себя здесь весьма уверены помните я вам как-то рассказывал видео о toyota rav4 как можно купить новую машину и не попасть на жулье одна из основных проблем на рынке новых автомобилей это вот те вот жулики которые в рекламе объявляют маленькую цену вы приезжаете цена совершенно другая милые дамы по телефону превращаются в мужиков обычно боевой наружности и так далее и тому подобное так вот я вам уже рассказывал про этот сервис сейчас расскажу еще раз мне не жалко и несложно потому что я считаю что со временем этот сервис если он станет популярным он убьет все то жилье которое сейчас на рынке цветет и пахнет и так прошлый раз подбирали toyota rav4 сейчас давайте подберем lexus rx понятно что сервис называется автоспот он очень удобен действительно но на мой взгляд его основной плюс не в удобстве а в том что здесь собранные автомобили только от официальных дилеров и только от официальных дилеров если вы вдруг пользуясь этим сервисом увидите не официала пожалуйста сообщите мне но я уверена что этого не будет потому что с тех пор как я сделала видео про рафик мне написали написала очень много людей моих подписчиков которые смотрели этот сервис и действительно было не к чему придраться купили не купили машины я не знаю но придраться было действительно не к чему так вот я выбрала сейчас марку выбрала модель выбрала lexus rx от двух миллионов шестьсот девяносто девяти тысяч рублей 43 в наличии подробнее ну как вы понимаете это просто агрегатор причем совершенно бесплатный платить ничего не надо платят им дилеры здесь вы просто видите если что-то непонятно звоните консультанту ну либо читаете тут везде можем подробнее либо звоните консультанту и они вам все подскажут где купить как купить где выгоднее кредит взять и так далее здесь не надурят с годом то есть если она если было бы это возможно с лексом это невозможный был бы 15 год здесь было бы написано что он 15 удобно можно всегда связаться с менеджером и главное что этот сервис это убийца жулья за это я его и люблю поэтому о нем и рассказываю в данном случае красный салон на мой взгляд вообще красный салон хорош для каких-то спортивных или прогулочных автомобилей в данном случае когда у кроссовера красный салон это не иначе как машина для путаны а еще и с его с этими вставками ну вообще на мой взгляд странноватое дело центральная консоль здесь немного развернуто в сторону водителя экран лена сейчас увидела и говорят как мне нравится когда он немножко утоплен да мне тоже нравится и мне нравится что наконец-таки он стал большим он стал с прекрасной прорисовкой просто с хорошим качеством но на мой взгляд вот с этим вот джойстиком немножко перемудрили и сейчас покажу почему а еще для меня для меня немножко инородным телом выглядит вот этот вот пластик ну нет нельзя сказать что он плохой но вот как-то он немножко не вяжется я еще в той машине это заметила которая была с коричневым салоном здесь у меня премиум сарраунд марк левинсон звучит конечно же прекрасно но вот это вот черная полосочка как-то блин не очень хорошее качество экрана и соответственно хорошее качество навигации наконец-таки посмотрите блин да я не могу посмотреть показать вам потому что я не могу попадать в дисплей ёпп мы едем в ёпп улица опять ёпп это мне напоминает у меня дома телевизор lg это мне напоминает смарт пульт но это больше всего напоминает конечно компьютерную мышку но в силу того что управляешь все-таки не пальчиком управляешь всей всей рукой это напоминает вот именно смарт пульт lg посмотрите какие высококачественные как высококачественно показана грязь за нашим автомобилем которая находится бывает конечно камеры и кругового обзора тоже подвеска подвеска может быть в режиме эко спорт и спорт плюс и можно себе сделать кастомайз кастомайз это настраиваешь под себя мне больше всего нравится спорт эко ну все-таки слишком овощ при том что я в принципе я по езде овощ но даже для меня для овощи эта машина в режиме эко овощ слишком блин у меня вот моя машина 170 лошадиных сил почему мне это кажется слишком овощем в эко не знаю но правда кажется спорт идеально спорт плюс нервная дерганая какая-то переключение такие не совсем здоровые такое впечатление что она кофе перепела с утра удобно расположен прекрасно его видно вообще все пять баллов есть также проекционный дисплей проекция на экран показатели скорости здесь немножко сдвинуты правее наверное так должно быть но не могу сказать что это как-то неудобно просто не перед лицом проекция немножко сдвинута правее в принципе хотя если быть справедливым тоже видно а вообще удобнее вот самый удобный вообще для меня самый главный прикол проекционного дисплея это когда прямо на уровне чуть чуть ниже глаз чтобы не отвлекало от дороги крупными символами я вижу скорость что касается оснащение ребята это современный дорогой автомобиль в зависимости от вашего кошелька здесь может быть практически все что пожелает душа современного автовладельца попу можем греть попу можем дуть можем ручки греть ну дуть ручки не может ну в общем что касается оснащение пожалуйте любые удовольствия все зависит от ваших денег и снова выезжаем потому что дождь закончился сегодня смешная съемка лена мне сейчас лена оператор говорит зря ты что-то обидела гибриды ведь можно если есть такая возможность подъехать подключиться к розеточки и потом заряжать машинку регулярно от розетки и вообще не тратится на топливо заблуждаешься ты леночка сказала я потому что елки-палки это шутка что ли такая только что полчаса дождя не было заблуждаешься ты леночка потому что гибрид в данном случае не означает что машину можно заряжать от розетки у гибридного rx такой же v6 35 то есть это будет rx 350 только с двумя электромоторами общая мощность будет 313 лошадиных сил до расход топлива будет приблизительно в два раза ниже но такой rx он за счет гибридной установки на по-моему 130 килограмм еще и тяжелее именно поэтому я считаю что нет особого смысла в приобретении этой машины то что она априори дороже нужно быть реальным фанатом экономии топлива слышите такой басистый породистый звук доработан резонатор воздушного потока на впуске на впуске не как обычно принято на выпуске именно поэтому ну гена подумал о том чтобы все было красиво по мне критически не хватает дизелька их хорош бы он тут был а зато есть 20 дюймовые диски ребята что конечно же делает эту машину абсолютно дуболомный на любых маленьких стыкачках а на в колейности на трассе просто лапки потеют но вот 700 метров молчи женщина так невозможно надо заткнуть эту барышню вы только не подумайте я вот вам сказала про то что жесткач очень на трещинах на стыках асфальта на каких-то ямках это именно из-за 20 колес подвеска конечно и мягкая и весьма комфортная вот почему я вам говорила что эта машина американских американских мадамов ну или не мадамов но это американский просто подход к автомобиле строению они просто вас не воспринимают в массе своей не воспринимают машины которые будут жестко вас встряхивать им очень нравится такая развалистая подвеска они в общем в массе своей тоже спокойно относится к плохой шумоизоляции но если говорить о данном поколении rx шумоизоляции проделали много хорошего и она стала реально намного лучше намного в первую очередь по сравнению с тем что было раньше сейчас она очень неплохо кстати если говорить о разгоне ну да он там 9 и в некоторых источников пишут 9 и 5 некоторых 9 и 3 один мой коллега журналист замерял у него получилось 9 и 2 секунды то есть это по идее не очень много не очень мало то есть не супер динамичная машина получается но вот в городском потоке едешь до совершенно нормально абсолютно нормально как я уже говорил слегка подтупливает потом на трассе но далеко не сразу мягкая это безусловно мягкая машина и несмотря на то что они под зажали передний стабилизатор под зажали задние амортизаторы пружины то они немного под распустили и общее ощущение от машины все таки все валкая про американская на поворотах опа завалились мы к поэтому какой тут с плюс какой тут нафиг мощный мотор кому он здесь нужен рулевое управление не расхлябанное ни в коем случае но и нечеткое и не точное она спокойно уверенно и в сочетании с вот этими кренами которые только что мы испытали в повороте я по крайней мере испытала точно надеюсь что и вы со мной на этом автомобиле великолепно можно ехать и лизать автобан и ехать и ехать и ехать и ехать жать на гашетку да что вы боже мой это вообще не так машина вот а вот проходить ямы и получать под зад в московских двориках здесь вполне реально можно наслаждаться здесь процессом вождения но только в случае если вы не бмв драйвер если вы бмв драйвер эта машина не для вас а если вы просто обычный человек как я как лена на своем джуке большинство автолюбителей которым старенькие мы уже лена конечно нет я ставить нам просто хочется комфорта нам хочется наши старые кости прекрасно мягко ехали и вот эта машина идеально подходит для этого если вам нужно разогнаться до разгонится она не волнуйтесь вы поворот вы тоже войдете и успеете затормозить все здесь нормально но бмв драйвером вы на этом автомобиле чувствовать себя не будете и это автомобиль для комфортной эксплуатации мамочки с тремя детьми теперь по ценам значит если говорить о лексусе то они решили не решили не идти по тому пути в котором часто идут производители а именно когда выходит новая модель особенно когда эта модель востребована она зачастую стоит значительно дороже и я честно говоря думала что без четверочки то есть без 4 миллионов рублей к лексусу не подойдешь однако же базовый rx 200 turbo то есть это у мотора ты такая машина на которой мы сейчас ездим но эта машина напичкана вот базовая не напичканная будет стоить 2 миллиона семьсот сорок шесть тысяч рублей ну конечно же в эти деньги вы скорее всего не захотите покупать лексус вы скорее всего где-нибудь немножко перевалите за трешечку rx 350 с тем мотором который больше нравится мне со старым атмосфер ником там будет побольше расход топлива но глобально на мой взгляд этот мотор надежнее и там идет восьмиступенчатый автомат что мне кажется в данном случае получше 3 миллиона 62 тысячи рублей то есть при всех прочих чуть-чуть обаковали получили там где-нибудь 3 300 и вот rx 450 и а именно гибрид от трех миллионов восьмидесяти тысяч рублей в гибриде блин не особо вижу смысла но опять же это исключительно мои мысли многие считают что гибрид это круто может быть они правы